Уважаемые студенты, я от всего сердца поздравляю вас с началом нового семестра в это непростое время. И хочется сказать, что, ну, сперва, небольшие организационные вопросы. У нас в этом семестре, точно так же, как и в прошлом семестре, будет дифференцированный зачет. Зачет выставляется по результатам работы в семестре и, возможно, выполнению каких-то дополнительных заданий, которые вы согласуете с семинаристом. Весь семестр весенний у нас посвящен уравнениям в частных производных. Мы с вами должны будем рассмотреть уравнения гиперболического, параболического и эллиптического типов. На самом деле задачи, если смотреть, например, математическую физику, уходят вперед от этих определений. Там есть смешанные задачи. Но нам нужно сделать первый шаг к решению таких вот уравнений. И начнем с вами с уравнения гиперболического типа. На самом деле это абсолютно гигантский раздел. На тему него работают многие коллективы. Но так исторически сложилось, что мы должны какое-то введение по нему рассмотреть, поэтому давайте начнем. И даже перед уравнениями гиперболического типа хочется сказать, что инструментарий построения численных методов для этих уравнений в некоторых местах схож с инструментарием для параболических и эллиптических. В части исследования численных методов, там на аппроксимацию, устойчивость. Поэтому мы с вами сегодня будем рассматривать не только эти уравнения, но и другие. Итак, давайте с вами начнем. Примеры тех постановок, которые мы будем рассматривать. Видно? Что-нибудь? Немного слеза. Да. Ну, смотрите, пока тут настраивают то, что должно быть видно, там написано уравнение переноса. Это вот так. ДУ по ДТ плюс СДУ по ДХ равно Ф. Это уравнение, оно вообще описывает перенос некоторого, чаще всего, начального условия или граничного условия по нашей области. Мы видим, что здесь первая производная по времени, первая производная по пространству. И для корректной постановки нам нужно одно начальное условие. Ну, здесь мы предполагаем, что нам нужно найти решение на каком-то отрезке, например, от нуля до Х. И для моментов времени Т больше нуля. Значит, есть одно начальное условие, мы его можем обозначить. У меня оно обозначено как некоторое мю от Х. Ну, то есть это функция, определенная на всем отрезке, который нам нужен. И нужно еще одно граничное условие. И вот здесь есть особенность для уравнения гиперболического типа. В зависимости от того, как выглядит уравнение, граничное условие может ставиться либо на левой, либо на правой границе. Мы немного более подробно на следующей неделе это будем разбирать. Ну, а пока следует сказать, что если С больше нуля, это соответствует распространению возмущения от нуля до Х. И в этом случае граничное условие нам нужно поставить на левой границе. То есть у от Т 0, это вот если в соответствии с моими обозначениями, это некоторая Пси от Т. Вот. А если С меньше нуля, то, соответственно, мы ставим граничное условие на правой границе. И это у от Т х большое равно Пси от Т. То есть или вот это, или вот это. Все, в такой постановке можно уже решать задачу численно. Вот. Это один пример. Дальше пример. Ну, кстати, тут хочется заметить, что было бы здорово, если бы вы в течение нашего курса запомнили вот эти уравнения, реперные уравнения переноса. Вот следующее уравнение, которое на слайде появилось, это волновое уравнение. Вот. И уже дальше от каких-то методов решения этих уравнений отталкивались при решении более сложных задач. Итак, волновое уравнение. Здесь мы видим вторую производную по времени и вторую производную по пространству. Соответственно, здесь вот волновое уравнение. Д2у по ДТ квадрат минус, мне кажется, у меня там С квадрат, но это смысл скорости распространения возмущения имеет. По Д2у по ДХ в квадрате равно F. Здесь мы видим вторую производную по времени и вторую производную по пространству. Значит, здесь нужно два начальных условия. И обычно это условия на функцию в начальный момент времени. Ну, там, некоторый, ну, один от Х. И дальше нужно еще одно условие. Поэтому для волнового уравнения второе условие всегда это производная по Т в начальный момент времени. Ну, вот в тех постановках, которые мы с вами будем рассматривать. И то же самое с граничными условиями. Здесь нужно два граничных условия. Но всего природа волнового уравнения здесь уже одно граничное условие ставится на левой границе, другое на правой. И поэтому получается, что мы можем задать условия и на функцию, и на производную. Вот. Но самое простое, что есть, это У от Т 0 равно, ну, некоторый, Пси 1 от Т. И У от Т Х большое равно Пси 2 от Т. Вот. Волновое уравнение. А, ну, у меня на слайде более сложные граничные условия. Это так называемые граничные или краевые условия третьего рода. Вот. Но, как бы, принцип решения от типа граничных условий не зависит. Видно, что у меня на слайде? Нет? Видно, но оно обрезано. Там и там. Слева и справа? Да? А насколько сильно обрезается, чтобы я... Ну, ладно. Ладно, первая лекция все равно у нас вводная. Вам нужно просто привыкнуть к вот этой парадигме вычислительной математики. Поэтому я постараюсь побольше писать на доске. И я думаю, что мы нужного результата достигнем. Значит, уравнение типопроводности, я его тоже выпишу. Ду по ДТ равно Д по ДХ. Некоторый коэффициент К. К – это коэффициент типопроводности. В самом общем случае он может являться функцией от времени, координат и самой неизвестной функции У. Вот это самый сложный случай для уравнения типопроводности, когда есть вот такая нелинейность. К – Ду по ДХ. Ну и плюс какая-нибудь неоднородность в этом уравнении. Вот. Здесь мы снова видим первую производную по времени и фактически вторую производную по пространству. Для уравнения параболического типа, такие как уравнения типопроводности, на самом деле нет таких жестких ограничений на ограниченные условия, как для уравнения гиперболического типа. Но здесь, поскольку вторая производная, у нас одно ограниченное условие будет на левой границе, другое – на правой. И то же самое, корректная постановка выглядит… А, здесь, кстати, хочется еще небольшое замечание сделать. Вот этот коэффициент К – он больше нуля. Если коэффициент типопроводности или, как он еще называется, коэффициент диффузии больше нуля, это значит физически, что тепло перетекает от горячего тела к холодному. Если коэффициент типопроводности меньше нуля, такие задачи тоже бывают, это так называемые обратные задачи или некорректные задачи. Вот, ну, например, постановка такой задачи. Вот мы нагреваем стол, и у нас уже есть какое-то распределение температуры на этом столе. И давайте вот найдите точку, из которой нагрели. И понятное дело, что чем дальше мы по времени идем, тем равномернее становится нагрев этого стола, и тяжелее нам найти точку, из которой произошел нагрев. Но те задачи, где коэффициент типопроводности, ну, например, меньше нуля, они считаются некорректными в вычислительной математике, и такие задачи мы не рассматриваем. Хотя, определенно, они тоже, конечно, встречаются, но, видимо, уже в другом курсе. Итак, одно начальное условие u от 0x равно некоторому μ от x, и два граничных условия u от t 0 равно f1 от t, u от tx равно φ2 от t. Вот, тоже полная постановка для реализации методов вычислительной математики. Дальше, там, на слайде должны идти эллиптические уравнения. Ну, вот здесь вот, может быть, даже удастся его отобразить. Удается? Отлично. Вот, уравнение Плассона, ну, также возможны модификации. Уравнение Лапласа, когда правая часть равна нулю, или уравнение Гельмгольца, когда... Давайте я здесь напишу. Когда у нас к оператору дифференцирования добавляется еще некоторая добавка, получается такое уравнение. Хочется сказать, что вот для каждого типа уравнений на самом деле методы отличаются. Для киберполических они свои, в параболических там возникают сложности, но эллиптически отличаются от них от всех очень сильно, потому что это задачи, которые обычно соответствуют некоторому стационарному установившемуся распределению. Ну, вот, и поэтому там и исследование на устойчивость другое, и методы немножко по-другому выглядят. Ну, вот, в целом так. И дальше, переходя немного к более прикладным задачам, мы с вами рассмотрим систему уравнений газовой динамики. Ее, наверное, тоже не видно. Это уравнение неразрывности. Вот здесь вот дивергенция ρV равна... Ну, как бы, это следствие закона сохранения массы, поэтому, в общем случае, это сумма некоторых источников, истоков, которые находятся, ну, в нашем случае, в расчетной области. Вот. И dV по dt плюс V... Мы будем одномерную рассматривать. dV по dx равно минус единице на ρ грозилент давления. Вот. И дальше это все... Ну, вот это основные дифференциальные уравнения. И дальше понятно, что здесь неизвестная плотность, неизвестная скорость, давление, то есть не хватает еще одного уравнения. А когда в эту систему вводится еще энергия, то получается еще одно уравнение, еще одно неизвестное. Поэтому посредним, так называемым, замыкающим соотношением здесь является некоторая зависимость P от, например, плотности. Ну, например, уравнение состояния идеального газа. И вот в таком виде эта система уравнений замкнута, для нее тоже вводятся начальные и граничные условия, и можно получить решение. У нас, кстати, в нашем задании одна из задачек на решение такой системы уравнений. Вот. Значит, ну, хочется сказать, что выглядит страшно, но когда вы овладеете методом вычислительной математики, вы поймете, что все это решается достаточно просто, вот, без каких-то там значимых усилий, но с использованием компьютера. Итак, давайте с вами начнем. Ну, у нас фокус в лекциях состоит на теоретической части и на свойствах численных методов, поэтому давайте начнем сейчас рассматривать. И введем некоторые основные определения, которыми мы будем пользоваться. Здесь хочется сказать еще до самого начала, что очень много, что мы будем использовать, похоже на обыкновенные дифференциальные уравнения, поэтому вам будет легче сделать шаг. Но с уравнениями вот в частных производных появляются определенные трудности. Итак, рассматривается дифференциальная задача. Дифференциальная задача может быть любой постановки, вот мы с вами записывали, но для простоты берем самое простое уравнение, на котором легче всего что-то продемонстрировать, и это уравнение переноса. Для определенности сразу выбираем скорость переноса С больше нуля, и у нас в корректной постановке будет одно начальное условие, которое представлено, и одно граничное условие. Теперь дальше. Для решения этого уравнения нам нужно составить так называемую разностную задачу. Нам нужно избавиться от частных производных, которые здесь есть, и заменить их на некоторые алгебраические выражения. На самом деле существует очень много методов того, как это можно сделать. Но мы с вами сейчас начинаем с самых простых, поэтому следующее. Предположим, что нам нужно найти решение в некотором прямоугольнике. То есть задача одномерная, функция у зависит только от х, но тем не менее она меняется во времени. То есть получается, что если мы рассмотрим двухмерные координаты, вот эти вот х, то решение нам нужно найти в некотором прямоугольнике. Это похоже на то, что у вас было на уравнениях математической физики. Итак, дальше в соответствии этой дифференциальной задаче, точно так же, как в обыкновенных дифференциальных уравнениях, ставится разностная задача. То есть наша задача, вот эти вот частные производные, заменить на что-то другое, чтобы можно было решение получить на компьютере, ну а потом добиться того, чтобы решение вот этой вот замененной задачи у нас стремилось к решению дифференциальной. Итак, есть разностная задача. Я повторюсь, что можно ее построить совершенно разными способами. Я, наверное, запишу. Есть условное деление численных методов на конечно-разностные методы. Конечно-разностные методы – это из названия понятно, что замена производных на конечные разности. Конечные разности у нас, помните, были в интерполяции Ньютона, например, ну и просто в численном дифференцировании. Второй способ – это конечно-объемные. Они достаточно похожи на конечно-разностные. Разница заключается в том, что мы в нашей расчетной области разделяем ее на некоторые элементарные объемы, и дальше для каждого объема решаем наши необходимые дискретизованные уравнения. Ну и способ дискретизации там немножко другой. И третья категория методов, она очень популярна на Западе и также популярна в реализации разных пакетов. Вот, например, у вас на первом курсе был SolidWorks. Там помимо того, что вы чертите, можно еще делать расчеты прочности. И вот там расчет прочности проводится именно конечно-элементными методами. Эти методы немножко другой природы. Мы выбираем разложение функции U, неизвестной нам, по некоторому базису из базисных функций, и рассчитываем коэффициенты этих разложений. Мы с вами немножко затронем эти методы, чтобы у вас было представление в конце семестра, когда будем эллиптические задачи рассматривать. Ну, пока вот так. Итак, мы с вами... Действительно, в ряд Фурье раскладываем или что-то типа? Да, да, очень близко. Но там дело в том, что в ряд Фурье не всегда бывает удобно разложить. Там чаще используются так называемые функции на фенитном носителе. Это значит, что функция равна чему-то там в некоторой области и равна нулю во всех остальных областях. Вот так. Но, смотрите, это выражается в том, что если у нас задача одномерная, например, у нас есть вот такая сетка, есть функции, но там какие-нибудь, например, вот такие бывают функции. И дальше выбирается, с какими коэффициентами нужно набрать таких функций, чтобы это было похоже на нашу исходную функцию. Но понятное дело, что вот здесь, в пределах вот этих двух отрезков, функция у нас не нулевая, а во всех остальных местах ноль. Вот там чаще такие приближения используются. Вот. Но суть очень похожа на разложение в ряд, например, Фурье. Итак, но я повторюсь, что у нас самое первое. Мы начинаем с конечно-разностных методов. И штуку, которая аппроксимирует дифференциальное уравнение, мы называем разностной задачей. Итак, в расчетную область, в которой нам нужно найти решение, мы вводим некоторую сетку. На самом деле это происходит во всех вот этих вот методах. Но дело в том, что конечно-разностные методы, они используются там, где с сеткой все хорошо. Вот, например, у нас здесь область прямоугольная, можно построить сетку из прямоугольников, и там все хорошо, и все, вопросов не возникает. А вот если область у нас какая-нибудь, вот, например, здесь есть Y, вот здесь X, и область у нас какая-нибудь вот такая вот, вот, то ее прямоугольниками замостить можно. Ну вот как-нибудь мы там будем их вставлять. Но понятное дело, что здесь возникнут определенные сложности на границе. И поэтому обычно здесь используется что-нибудь такое. Берутся какие-нибудь точки, раскидываются по границе, потом точки раскидываются внутри области, потом строятся всевозможные там треугольники. Возможно, вы уже видели такие картинки. Вот, и получается, что эта штука для аппроксимации границы намного точнее, чем использование прямоугольников. Но с ней уже так просто не получается разобраться, вот, не получается там использовать конечные разности, и поэтому переходят на конечные объемы или конечные элементы. Вот. Но, как я повторюсь, начнем с конечных разностей. Итак, в расчетную область вводится некоторая сетка. Считаем, что шаг сетки по пространству у нас H, по времени – tau. Таким образом, весь этот прямоугольник расчерчивается на более маленькие прямоугольники. У каждого узла сетки есть координаты, ну, соответственно, если этот узел с индексами n и m, то это t, n, t – момент времени, x, m, t – координаты. И дальше мы говорим, что давайте будем рассчитывать сеточную функцию. Сеточная функция – это вот некоторая дискретная функция, которая определена во всех… должна быть определена, нам нужно ее найти во всех узлах этой сетки. И вот говорим, что функция u, посчитанная в этом узле, – это функция будет обозначаться как u с индексом n и m. И вот так получилось, что индексы, которые по времени, они обычно все время ставятся сверху, а индексы по пространству – снизу. Какую букву вы используете там n, m, i, j – не очень важно. Но единственное, что i, наверное, не очень удобно, потому что комплексные числа у нас тоже будут встречаться. Вот. Значит, u, n, m – это функция, вычисленная в этом узле. И дальше нам нужно что-то сделать с производными. И вот самый простой способ что-то сделать с производными – это заменить эти производные на конечные разности. Мы… Так, я, наверное, сотру. А, нет, я могу там написать. Вот у нас есть ячейки этой сетки. Вот есть какие-то узлы. Ну, пусть это узел с индексами n и m. Вот. А вот здесь находится узел с индексом n плюс 1, n. И мы видим, что вот в этом направлении, если у нас здесь ось t, а здесь ось x, у нас приращение происходит по направлению t, а по направлению x не происходит. И вот значит, что мы в этом пространстве можем сказать, что производная по времени может быть представлена как у n плюс 1, m минус у n, m, деленное на tau. Естественно, способов представления производной много. Мы с вами рассматривали их в прошлом семестре. И от того, как мы представляем эти производные, сильно зависит свойство метода. Ну, чтобы начать, возьмем вот так. Значит, дальше. Для производной по пространству. dу по dx. Ну и здесь есть, на самом деле, некоторая тонкость. Дело в том, что мы можем взять u m плюс 1 минус u m и u mt минус u m минус 1. Вот, но из соображения устойчивости, которое я расскажу чуть позже, на семинаре вчера было, но на лекции еще не было, значит, мы берем приращение вот в эту сторону. То есть, u n mt минус u m минус 1, деленное на h. Индекс по времени не меняется, приращение только по пространству, только в горизонтальном направлении. И вот такая аппроксимация производной. Вот, значит, вот эти производные мы можем подставить в наше уравнение, сделать замену и получить разностное уравнение. Так, а там все еще обрезается презентация? Нет, сейчас хорошо. О, отлично, тогда я не буду переписывать. Хорошо, да. Так, хорошо. Значит, после того, как производные заменили, мы получаем вот эту самую разностную задачу. И у нас в этой задаче только арифметические операции, тут никаких, как бы, производных нет. Можно выразить u n плюс 1 mt через все остальные значения, которые нам известны. Сперва из начального условия и граничного, потом уже из посчитанных до этого. И, в общем, легко решить эту задачу. Вот. И дальше нужно то же самое сделать с начальными и граничными условиями. Но если они заданы просто так, как здесь, когда заданы значения функции, то это значит, что мы просто можем вот так вот их задать. Сказать, что раз значения функции заданы, то для нашей неизвестной у мы их берем таким способом. Вот. Короче говоря, от дифференциальной задачи мы переходим к разностной. И нам нужно снова, как в обыкновенных дифференциальных уравнениях, сформулировать, что решая разностную задачу, мы все-таки получим решение дифференциальной. Вот. У нас... Ну, вот то, что сейчас на этом слайде, это просто копирование с предыдущего. У нас есть дифференциальная задача, есть разностная задача. И вводится следующее обозначение. Так называемое операторное представление. Мы всю дифференциальную задачу, которая у нас есть, можем сказать, что это некоторый... Так. Что это некоторый дифференциальный оператор L, который воздействует на непрерывную функцию U и дает при этом воздействию правую часть F. Вот. Это... В этом нет ничего сложного. Считайте, что это просто обозначение для того, чтобы потом более кратко оперировать тем, что у нас есть. Вот. Ну, в частности, мы можем сказать, что вот здесь вот, в этом уравнении переноса у нас LU. Это вот такая штука. Это само уравнение. ДУ, С на ДУ по ДХ. Начальное условие. 0, Х. И граничное условие. У от Т. 0. Вот. А F, функция правых частей, это, соответственно, то, что у нас с правого уравнения, там у нас, по-моему... Ну да, F от Т, Х. Точно так же. Ф от Т, Х. Начальное условие. мю от Х. И граничное условие. Пси от Т. Вот. Ну, то есть ввели такое обозначение. Если мы оператором L воздействуем, например, на какую-то другую функцию, то у, понятное дело, что мы здесь у на у заменим формально. Вот. Значит, и точно так же для разностной задачи тоже вводится это операторное представление. Ну, здесь в данном случае LH – это некоторый разностный оператор. О, H – это уже сеточная функция, то есть функция, вычисленная в узлах сетки. И F, H – это правая часть. Ну, вычисляется она следующим способом. Мы берем нашу функцию F, вот эту, вот эту вот все, и вычисляем в узлах сетки. Вот. Таким образом, это проекция правой части на сетку. Итак, давайте теперь для этих операторных представлений сформулируем некоторый набор определений, в рамках которого мы будем работать. Итак, точно так же, как в обыкновенных дифференциальных уравнениях. Первое определение – это сходимость. Решение разностной задачи сходится к решению дифференциальной. Если норма разности вот у нас здесь в норме разности… О, здесь есть что-то получше для стирания. В норме разности у нас… Ну как, мы должны сказать, что решение разностной задачи сходится к решению дифференциальной, если одно к другому стремится. Но дело в том, что дифференциальная задача у нас оперирует непрерывной функцией, а разностная задача – это функция, вычисленная в каких-то точках. И мы вот набор точек из непрерывной функции вычесть не можем. Поэтому мы приводим эти объекты в одно пространство, вычисляем значение непрерывной функции в узлах сетки, и уже после этого можем вычесть одно из другого. Но в вычислительной математике эта штука называется проекция точного решения на сетку. То есть норма разницы ух минус ух меньше либо равно, чем с на h в степени p. Вот это вот проекция точного решения. Я обращаю внимание, что у нас два шага интегрирования этих уравнений по пространству h и по времени. Вот то же самое можно записать и для шага Тау. Значит, c в этом определении… Ну, там у меня c2. В презентации здесь c. Это, в общем-то, неважно. c – это некоторая константа положительная, а p в этом случае называется порядком сходимости. Вот если порядок сходимости больше нуля, то считается, что все нормально. Вот эта штука будет стремиться к нулю при h, стремящемся к нулю, и у нас все нормально. Конечные разности наши будут превращаться в производные, и решение мы получим. Итак, теперь дальше. Ну, вот это свойство сходимости можно проверить точно так же, как и в дифференциальных уравнениях, только если мы знаем точное решение. А если мы его знаем, то нам, в общем-то, можно и не возиться с этими численными методами. И обычно делается так, что мы решаем какую-то сложную задачу, потом как-то ее упрощаем. Чаще всего делаем коэффициенты постоянными. У задачи появляется аналитическое решение, и мы можем его проверить, достигается ли на этом аналитическом решении то, что нам нужно или нет. Но в общем случае свойства сходимости, конечно, проверить тяжело. Итак, поэтому его заменяют на два других свойства, которыми и должны обладать численные методы. И для формулировки следующего свойства нам нужно ввести определение. Результат подстановки проекции точного решения на сетку в разностную схему у нас называется невязкой. То есть, понятно, да? Если мы записываем разностную задачу равно FH и F переносим в левую часть, делаем вот так, то мы получим ноль. Теперь, если мы возьмем проекцию точного решения на сетку, поскольку они все-таки у нас отличаются, то мы получим не ноль, а какую-то величину, и ее обозначаем невязкой. Естественно, хотелось бы, чтобы невязка стремилась к нулю, но не всегда получается. Итак, значит, вот эта величина называется невязкой. И дальше, если невязка стремится к нулю при H, стремящемся к нулю, то разностная задача аппроксимировать дифференциальную. Если для невязки можно ввести определенное ограничение, что норма невязки меньше либо равна, чем некоторая константа С на аж степени P, то аппроксимация порядка P. И дальше, еще одно свойство, которое мы должны ввести, это свойство устойчивости. На самом деле, здесь устойчивостей, как и для обыкновенных дифференциальных уравнений, очень много, целая теория построена. Вот. Мы с вами должны ее точно рассмотреть, но пользоваться будем в основном спектральным признаком. Итак, будем говорить, что решение разностной задачи устойчиво. Хочется здесь заметить, что устойчивость это характеристика исключительно численного метода. Она уже оторвана от дифференциальной задачи, которая у нас есть. Поэтому решение разностной задачи устойчиво. Если для решения двух возмущенных задач мы к нашему решению сеточному добавляем маленькое возмущение и получаем, ну, если мы вот сюда добавим некоторое эпсион, скажем так, маленькое, и обозначим это, у меня, по-моему, как у1 обозначено, у1h равно уh плюс эпсион, то понятное дело, что мы не получим правую часть, вот эту, а получим что-то не равное нулю. Напишу вот так, не равно нулю. Какое-то там величину. И вот, если мы рассмотрим решение двух возмущенных задач, то получается, что lh на u1 равно fh плюс эпсион 1, lh на u2 равно fh плюс эпсион 2, вот, и для этих задач справедлива оценка, что норма разницы вот этих возмущенных решений u1 и u2 у нас меньше либо равна, чем некоторая константа c1, умноженная на сумму норм эпсион 1 и эпсион 2, ну, тех ответов правых частей, которые получаются в этом уравнении. Ну, тоже похоже на ну, то есть, не похоже, а вообще определение идентично обыкновенным дифференциальным уравнением. Итак, основная теорема вычислительной математики или теорема Лакса-Рябенького-Филиппова, теорема Лакса-Рябенького, или по фамилии одного из авторов, тоже она называется в литературе иногда, если литература русскоязычная, то говорят, что теорема Рябенького, если англоязычная теорема Лакса, ну, в общем, все эти названия это одна и та же теорема, которая говорит о следующем, что семейство разностных схем 2, ну, а на самом деле вот таким вот способом LH, OH равно FH, мы можем обозначать не только конкретную какую-то разностную задачу, а разностную задачу в принципе, которая вот соответствует исходной дифференциальной задачи. поэтому семейство разностных схем 2 аппроксимирует дифференциальную задачу 1 и устойчиво, тогда это если семейство аппроксимирует разностную задачу и устойчиво, то решение задачи 2 разностной сходится к решению задачи 1 дифференциальной. Вот. Если в этом случае имела место аппроксимация порядка P, то сходимость, соответственно, тоже будет порядка P. сам факт этой теоремы помогает нам вместо сходимости исследовать на аппроксимацию и устойчивость, что реально для численных методов почти всегда, а в случае линейных задач вообще всегда, и сразу априорно определять, подходит какой-то численный метод для решения задачи или нет. Доказательство этой теоремы достаточно простое. Если выполняется условие аппроксимации, то есть невязка меньше либо равна, C на H в степени P, то, собственно, справедливое неравенство, которое написано на слайде, что невязка меньше либо равна, чем C на H в степени P. Теперь, если мы возьмем точное решение разностной задачи и проекцию точного решения дифференциальной задачи на сетку, подставим их в наше разностное уравнение, то мы получим с одной стороны тождество, а с другой стороны невязку. И если у нас выполняется свойство устойчивости, то мы по определению устойчивости можем вычесть проекцию точного решения на сетку и наше разностное решение, оценить норму, и окажется, что это меньше либо равно, чем C1 на нормы невязки. Нормы невязки это у нас по тому, что записано выше C на H в степени P. Ну и у нас получается, что это первая константа на вторую константу на H в степени P. Константы мы можем переобозначить, ну, через некоторую D записать, и у нас получится, что норма разницы точного приближенного решений меньше либо равна, чем некоторая константа D умножить на H в степени P. То есть получается определение сходимости, что, собственно, и говорит о том, что теорема доказана. Так, давайте с вами пойдем дальше. Теперь немножко про эквивалентность определений хочется сказать. Вот это вот определение устойчивости сейчас на слайде написано, оно у нас уже было. Вот. И вводится определение 5. Разностная задача 2 с линейным оператором, ну, каким-то LS называется устойчивой. Если решение уравнения 2 для решения уравнения 2 имеет место оценка, что норма этого решения, которое получается, меньше либо равна, чем некоторая M. M – это положительная константа, умноженная на норму правой части нашего уравнения, спроецированную на сетку. Вот. То есть U, посчитанная в точках, это, считайте, что некоторый вектор. Вот. F, вычисленная в этих же точках, это тоже некоторый вектор. И вот если задача устойчива, то можно сделать такую оценку. Оказывается, что определения 4 и 5 эквивалентны, вот, если у нас рассматривается линейная задача. Вообще, с теорией устойчивости все нормально, если задачи линейные, точно так же, как в обыкновенных дифференциальных уравнениях. Если не линейные, то там начинается, там теория не построена, и, конечно, там продвигаться в решении намного сложнее. Но, тем не менее, сначала мы рассматриваем линейные операторы. Вот в случае линейного оператора эти определения эквивалентны. Давайте с вами рассмотрим доказательства этого. Итак, допустим, что разностная схема устойчива в смысле определения 4. Мы посчитаем, что У1 – это некоторое возмущенное решение, то есть ЛН на У1H – это ФН плюс некоторая добавка Эпсилон 1, точно так же, как вот здесь у нас на доске было. А ЛН У2H – это У2 – это пускай будет точное решение разностной задачи, дает правую часть без каких бы то ни было возмущений. Вот. Отсюда следует в силу линейности оператора, что мы можем вычесть одну задачу из другой, и я опять-таки повторюсь, что в силу линейности вот это вот ЛН У1H минус ЛН У2H равно ЛН на У1H минус У2H. Ну, на самом деле, это достаточно легко проиллюстрировать. Вот на примере давайте одной производной. Вот есть у нас, например, У1 Н плюс 1 М минус У1 Н М деленное на Тау. И минус такая же добавка к У2 примененной. Ну, это как, если бы оператор ЛН состоял только из одной производной по времени. Ну, аналогично там будет та часть, которая по пространству. М М минус У2 М минус 1 на H. Ну, мы просто перегруппировываем, что это У1 М плюс 1 М минус У2 У2 Некоторый оператор ЛС на У1, это ЛС на У2, ну а это, соответственно, ЛС на У1 минус У2. Здесь все у линейности, я думаю, что все понятно. Мы можем вычесть одно из другого, получить такое выражение. Вот, обозначаем разницу этих решений через некоторую другую сеточную функцию ух, и у нас получается, что по определению 4 у нас норма разницы наших частей, то есть ух, меньше либо равна, чем С, некоторая константа, на сумму норм правых частей. Но поскольку у нас здесь Е1, сумму норм добавок, вот этих, Е1 встречается только один раз, то у нас получается, что вот эта штука меньше либо равна, чем С на Е1. А теперь дальше. Если мы просто рассмотрим вот это уравнение, ЛН на УН равно Е1Н. Мы понимаем, что ЛН – это оператор разностной задачи, УН – это некоторая сеточная функция, а Е1Н – это просто правая часть, то есть это абсолютно аналогичное разностное уравнение, только примененное к другой функции и с немножко другой правой частью. Но поскольку правая часть на самом деле на устойчивость не очень сильно влияет, то мы говорим, что вот решая это уравнение, мы можем получить, что норма решения меньше либо равна, чем С на Е1Н, а это определение 5. Теперь идем в обратную сторону. Если мы рассматриваем два возмущенных решения, вычитаем тоже в силу линейности оператора одно выражение из другого, то по определению 5 мы получаем, что для этого оператора норма, разница этих решений меньше либо равна, чем С на сумму норм добавок к правым частям. А это меньше либо равно, чем С на сумму норм этих добавок, то есть получаем определение 4. Давайте с вами двигаться дальше. Это небольшая вводная часть была с определениями. Теперь давайте с вами рассмотрим, чем отличаются исследования на аппроксимацию для разных разностных задач. Не только для уравнения переноса, но и, например, для уравнения теплопроводности и так далее. И если успеем, еще рассмотрим разные устойчивости. Итак, рассматривается некоторая разностная задача. Мы видим, что здесь есть аппроксимация производной по времени, аппроксимация производной по пространству. И на самом деле, поскольку здесь написано достаточно простое представление, вы уже можете увидеть, что это уравнение переноса. Что вот эта штука, это du по dc плюс c du по dx равно, у нас там вроде бы 0. И одно начальное и одно граничное условие. На всякий случай это записывают, потом нам потребуется. Так, u от 0x равно, ну пускай будет φ1, u от t0 равно φ2. Хотя у нас там, по-моему, не φ1, а φ2. Пси, m и φ1n. Здесь будет пси от x и φ1 от t. Вот. Итак, то есть вот такая дифференциальная задача. Она аппроксимируется вот такой разностной. Нам нужно исследовать на аппроксимацию. Здесь прежде всего вводится некоторая сущность, которая называется совокупностью всех точек, входящих в разностную схему. Если мы рассмотрим пространство tx и нарисуем, как в нем располагаются геометрические точки, которые входят в это разностное уравнение, то мы получим, что у нас есть точка n плюс 1m, точка nm и точка nm минус 1. Если их всех как-то постараться визуализировать, то мы получаем такую штуку. И она называется шаблоном разностной схемы. Ну вот официальное определение совокупности узлов, участвующих в элементарном акте вычислений, называется шаблоном разностной схемы. Дальше для... ну шаблон всегда удобно нарисовать, чтобы потом провести исследование на аппроксимацию. И вот здесь у нас получается, что на шаблоне нужно выбрать точку, в окрестности которой удобно раскладывать в ряд теора. Здесь в данном случае это точка nm, потому что другие точки испытывают относительно нее превращение только по одному направлению. Мы с вами сегодня рассмотрим, что будет, если направление не одно. Значит, рассматриваем эту точку и в окрестности нее раскладываем все остальные точки нашего шаблона в ряд теора. Итак, у n плюс 1m. Понятное дело, что это разложение в ряд теора одной переменной. У нас будет значение функции плюс tau на у штрих по t плюс tau в квадрате пополам на у 2 штриха по t плюс у большой от tau в кубе. По пространству у нас то же самое. У нас превращение m плюс 1. Поэтому превращение h положительное. И, значит, у нас точка у nm плюс h на u штрих по x плюс h в квадрате пополам на у 2 штриха по x плюс h в кубе на 6 на у 3 штриха по x и так далее. Дальше эти разложения мы должны подставить в уравнение... Ушу прощения, у вас там нет опечатки? Тау квадрат пополам у 2 штриха, может быть? Да, у 2 штриха. Спасибо, совершенно точно. Я напишу это разложение здесь. Ун плюс 1m равно у nm. Мы видим, что вот здесь индекс меняется, здесь индекс остается таким же. Поэтому плюс tau на у штрих по t плюс tau в квадрате пополам на у 2 штриха по t плюс у большой от tau в кубе. И по пространству то же самое, но приращение в направлении индекса m. Поэтому здесь производные уже будут по x, и приращение само будет h. Теперь дальше. Эти разложения мы должны подставить в наше разностное уравнение и получить вектор невязки. Вектор невязки называется вектором, потому что в него входит аппроксимация нашего дифференциального уравнения и аппроксимация граничных условий. В данном случае мы говорим, что значение сеточной функции в этих точках, в этой области, где мы вводим сетку, у нас получается, что вот это начальное условие при t равном нулю. И в этих узлах мы просто можем сказать, что у нас вот эта функция. Вычислить ее во всех этих узлах, и никакой проблемы здесь не возникает. То есть мы можем сказать, что ошибка численного метода вычисления здесь нулевая. Есть, конечно, какие-то ошибки округления, но это уже к ошибкам численного метода не имеет отношения. Поэтому здесь ошибка нулевая. Вот здесь вот на границе ошибка определения вот этой функции тоже нулевая. Поэтому здесь, собственно, вот аппроксимация начального и граничного условий у нас на невязку не повлияет. А вся погрешность будет возникать из-за аппроксимации нашего дифференциального уравнения. Так вот, как мы составляем невязку? Мы берем вразностный оператор, подставляем проекцию точного решения на сетку и вычитаем правую часть. И в нашем случае у нас получится что-то. Вот эта вот разностная схема дает, а вот это вот начальное условие, вот это вот граничное условие. То есть будет три компонента у этого вектора. Поэтому там везде в определениях пишется именно норма невязки, то есть норма вектора. Давайте с вами представим, что невязка состоит из компонента R1, R2 и R3. И дальше будем рассматривать непосредственно R1, то, что отвечает за аппроксимацию разностной схемы. Мы подставляем наше разложение в уравнение. Вот здесь... А, нет, у меня подробно написано, поэтому я не буду переписывать. Значит, мы вычитаем из... Подставляем разложение, вычитаем из левой части, вот с этими конечными разностями, правую часть. Правая часть у нас в данном случае 0. Ну и у меня вот так вот прям подчеркнуто написано, что минус 0. Вот. И видим, что... Ну, например, вот если мы первую дробь рассмотрим, что значения функции у нас сократятся, останется... Тау на У штрих по Т плюс Тау в квадрате пополам на У два штриха по Т. Вот. Но здесь вот это и написано, что после того, как мы разделили на Тау, у нас получается У штрих по Т плюс Тау пополам на У два штриха по Т. Плюс У большой от Тау в квадрате. Вот. Первая дробь закончилась. Теперь дальше. Получается, что... С от второй дроби. И дальше начинается то выражение, которое осталось. Тут тоже значения функции сократились. И дальше остался кусок разложения Тау, который мы делим на H. И у нас получается, что У штрих по Х плюс H пополам на У два штриха по Х. Вот. Ну, плюс на самом деле О большой от H в квадрате. Поэтому мы можем сказать, что все это выражение мы считаем, что Тау малу, H малу. И выбираем главный член погрешности. То есть самый большой в условиях того, что Тау малу и H малу. И мы после этого можем сказать, что этот компонент невязки пропорционален О от Тау H в квадрате. Вот. Или записать, что нормы невязки, поскольку начальные граничные условия у нас будут аппроксимироваться точно. У нас в этом случае меньше Леб равна, чем С1 на Тау плюс С2 на H. Вот. В этом случае говорят, что первый порядок аппроксимации по времени и первый по пространству. Так. Ну, здесь вроде более-менее все понятно. Давайте двигаемся дальше. Рассмотрим явную схему для уравнения теплопроводности. Значит, а, нет, подождите, я здесь еще немножко не договорила. Если мы записываем вот этот компонент R1, то мы видим, что у нас получается У штрих по Т плюс Тау на 2 У2 штриха по Т плюс У большое от Тау в квадрате У большое. Вот. Плюс У штрих по Х плюс H на 2 на У2 штриха по Х плюс У большое от H в квадрате. И мы видим, что здесь вот помимо главных членов погрешности, которые у меня выделены на слайде, есть члены, которые еще побольше. Стойте, только здесь у С. Вот здесь у С. Вот. Вот они. Но мы тут вспоминаем, что у нас было наше уравнение. Вот. И из него следует, что У штрих по Т плюс С на У штрих по Х равно нулю. Ну, поскольку у нас У штрих по Т плюс С на У штрих по Х есть, то мы их отсюда убираем. Вот. Ну и то, что выделено на слайде, это, собственно, и есть главные члены погрешности. Здесь забыла про это сказать, что каждый раз, если, в том случае, если у нас метод корректно аппроксимирует наше дифференциальное уравнение, то при разложении невязки это дифференциальное уравнение каждый раз всплывает, и на него можно сократить. Вот. Давайте с вами пойдем дальше. Явная схема для уравнения теплопроводности. Ну, уравнение теплопроводности, я напомню. Так. Здесь, наверное, тоже сотру. Чем хорошо исследование на аппроксимацию с этими разложениями в ряд Т-ОРа? Оно может быть в чем-то муторное, но зато оно железобетонно работает всегда, для любых уравнений. И гиперболического типа, и параболического, и эллиптического. Значит, здесь у нас, ну да, по виду уравнения можно сказать, что аппроксимируется линейное уравнение дифференциальное уравнение теплопроводности вот такого вида, одномерное. Вот. Ну или, как это, сокращенно у нас в записи это появится. Вот. Значит, для этого уравнения используется так называемая явная схема для уравнения теплопроводности. Все очень просто. Производную по времени мы аппроксимируем конечной разностью первого порядка, точно так же, как уравнение переноса. А производную по пространству мы аппроксимируем, ну, вторая производная мы аппроксимируем со вторым порядком точности. Точно так же, как мы делали в обыкновенных дифференциальных уравнениях. Может быть, вы эту формулу припоминаете. Вот если мы проделали такой набор манипуляций, то у нас получилась явная схема. Так получается, что она настолько популярна, хоть и не очень удобная для уравнения теплопроводности, что у нее есть свое название. Вот явная схема. У нее шаблон в виде такой перевернутой буквы Т, он представлен справа. Ну и здесь тоже для исследования на аппроксимацию нужно проделать все то же самое, что мы делали для уравнения гиперболического типа. То есть мы должны выбрать некоторую точку шаблона, в данном случае это точка с индексами n, m, и в окрестности нее разложить в ряд теора все наши неизвестные функции, которые испытывают какие-то приращения относительно этой точки. Так, ну, у n плюс 1, m мы раскладывали. Здесь, кстати, у меня точно такая же опечатка, как и в прошлый раз. Давайте я запишу. у n плюс 1, m это у n, m плюс tau на у штрих по t плюс tau в квадрате пополам на у 2 штриха по t плюс у большой от tau в кубе. И у n, m плюс минус 1, это у n, m плюс минус h на у штрих по t плюс h в квадрате пополам на у 2 штриха по t плюс минус… Ну, плюс-минус у нас появляется, потому что приращение h и минус h. h, соответственно, h в кубе на 6 на у 3 штриха по x плюс у большой от h четвертый. Вот. Значит, записываем наше разложение, подставляем в разностное уравнение, из левой части вычитаем правую, чтобы снова сформировать вектор невязки. Ну, и здесь у меня как бы уже более сокращенно записано, что от первой дроби, точно так же, как в уравнении переноса, у нас остается… Опять эта опечатка. От первой дроби у нас остается у штрих по t плюс tau пополам на у 2 штриха по t плюс у большое от tau в квадрате. И дальше… А, минус. Здесь будет минус. d и… Ну, как, вычитаем правую часть. d и то, что умножается вот на то, что справа. Справа у нас аппроксимация второй производной. Вы можете на слайде посмотреть, как она выглядит. Но там смысл в том, что вот эти два разложения, они складываются, и из них еще вычитается 2унм. То есть 2унм сократится с этими разложениями, а дальше сократятся все плюс-минусы, которые будут, и останется у 2 штриха по x… Да, очень жаль, что я не написала. У четвертая на h4 на 12. Ну, то, что остается, удваивается. Здесь вот у четвертая h4 на 24 плюс у большой от h5. Вот. Мы здесь видим то же самое, что в уравнении переноса. У нас снова есть внепорядковые слагаемые u' по t минус d на u' по x. Мы смотрим на наше исходное дифференциальное уравнение и видим, что u' по t – это то же самое, что d на u' по x. То есть внепорядковые слагаемые, которые не умножаются ни на какое-то tau и h, мы можем сократить. Вот. И у нас получается, что вот эта штука и вот эта штука и вот эта штука здесь еще в квадрате. Мы на h в квадрате делили. Так, а здесь будет в четвертой. Вот. Вот эта вещь. И вот эта вещь – это главные члены погрешности. То есть в данном случае невязка пропорциональна у от tau h в квадрате. Хочется здесь сделать замечание, что здесь вот в этих обозначениях, ну, в литературе вы можете встречать разные обозначения. Бывают еще вот такие или вот такие. Вот. Ну, они все эквивалентны. Так. Получили порядок аппроксимации. Первый по времени и второй по пространству. То есть все исследование абсолютно такое же, как для уравнения гиперболического типа, уравнения переноса. Теперь давайте еще с вами в качестве примера. Здесь все то же самое, только мы с вами пробежимся. Презентацию я думаю, что я вам пришлю, поэтому можно не записывать, а просто посмотреть. Итак, неявная схема для уравнения теплопроводности. Неявная схема, ну, так получилось, что у нее тоже есть название. И здесь, видите, особенность в том, мы с вами подробнее будем рассматривать это в уравнениях параболического типа, но особенность в том, что вот та часть, которая отвечает за производную по пространству, она аппроксимируется не на нижнем слое по времени с индексом n, а на верхнем слое по времени. Это тоже очень популярное решение. И оказывается, что у него тоже есть свое название, она прямо называется неявная схема для уравнения теплопроводности. Вот. Вот. Ее шаблон представлен на слайде, и мы видим здесь, что на самом деле здесь для того, чтобы исследовать на аппроксимацию, если мы возьмем точку nm, то мы тут же будем записывать все эти косые производные, там разложения в ряд теора будут уже для функций двух переменных, то есть здесь возникает определенного рода сложности, поэтому здесь при исследовании на аппроксимацию выбирается точка n плюс 1m. Вот. Я ее на слайде обвела, и дальше уже в окрестности точки n плюс 1m мы записываем разложение. Так, наверное, мне нужно все-таки... разложение для функции nm. Это у n плюс 1m минус, поскольку вот у этой точки относительно вот этой превращение минус tau. Поэтому получается минус tau на у штрих по t плюс tau в квадрате пополам на у два штриха по t плюс у большое от tau в кубе. Вот. Ну а по пространству, соответственно, у нас получается ровно то же самое. у n плюс 1m плюс минус 1 это у n плюс 1m плюс минус h на у штрих по x плюс h в квадрате пополам на у два штриха по x плюс минус h в кубе на 6 на у три штриха по x плюс h в четвертой на 24 на у четвертая по x плюс у большой от h в пятом. Вот. Я сегодня... Так, ну здесь, слава богу, для производной написано правильно. Вот. И ровно то же самое, ну несмотря на то, что точка там изменилась, ровно то же самое. Подставляем разложение в уравнение, вычитаем из левой части правую, и дальше получаем выражение для невязки. Видим, что здесь в невязке, несмотря на то, что аппроксимация была на верхнем слое, у нас все равно возникает у штрих по t минус d на у два штриха по x. Эти внепорядковые слагаемые мы сокращаем. И получаем, что для неявной схемы у нас тоже первый порядок аппроксимации по времени и второй по пространству. Здесь хочется сделать небольшое лирическое отступление. Вот сейчас на слайде нарисована расчетная область. И как выглядит использование явной схемы. Я, пожалуй, это сейчас нарисую. У нас явная схема для уравнения теплопроводности. у n плюс 1 m минус у n m, деленное на t, у равно d у n m плюс 1 минус у n минус 2 у n m плюс у n минус 1, деленное на h в квадрате. Мы берем вот это слагаемое у n плюс 1 и выражаем через все остальные слагаемые. У нас получается, что это у n m плюс tau на h в квадрате на d на у n m плюс 1 минус 2 у n m плюс у n m минус 1. И что у нас получается в расчетной области? Вот это t, вот это x, вот какая-то область, где нам нужно найти решение, вот сетка. И дальше граничные условия, вот у меня на слайде тоже помечены, они известны. Начальные условия, начальный момент времени известны. И что происходит вот здесь? Мы берем вот этот шаблон t-образный, ставим его сюда и получаем, что мы можем найти решение вот здесь. Потом пододвигаем его куда-нибудь вот сюда, например, можем найти решение здесь. А можем эти решения вообще независимо вычислять, поскольку вот эта вот неизвестная точка на следующем шаге по времени у нас вычисляется через все известные точки. Она сперва в начальном условии, потом, когда мы все их посчитаем, мы двигаемся вверх, получается, что вот этот слой нам тоже известен. Ну, то есть, короче говоря, вот здесь есть два индекса n и m, по сути, при программировании это два вложенных цикла. Сперва мы идем циклом по пространству, рассчитываем все значения, можем распараллелить это и рассчитывать эти значения одновременно. Потом переходим на верхний слой, на следующий, и это внешний цикл по времени, который перещелкивает нам шаги после того, как рассчитался слой по пространству. То есть, ну, как бы, достаточно легко запрограммировать и решить. Вот. Ну, здесь у меня есть иллюстрация тоже, что куда мы шаблон не поставим, мы вот эту красную точку можем рассчитать через синие, известные. Вот. После того, как целый слой красных точек посчитываем, мы переходим вверх и досчитываем. А что происходит с неявной схемой? У нас там Т-образный шаблон, и мы на первом же шаге натыкаемся на тот случай, когда у нас две точки неизвестны. Вот видите, в самый первый момент времени у нас есть две известных точки и две неизвестных. Ну, ладно, я сейчас тоже запишу. Вот. А это еще неплохо, потому что там есть граничные условия. А если мы начинаем уходить в центр области, то там все три точки неизвестными становятся. Я подумала, что записывать, наверное, не буду. Я думаю, что вы и так поймете. И вот что происходит? Вот так как в явной схеме рассчитать мы не можем, и мы вынуждены пытаться как-то... Ну, то есть, по сути, мы получаем только линейную связь между этими точками. И здесь реализуется такая ситуация, что для того, чтобы рассчитать... Ну, когда мы строим разностные уравнения для неявной схемы, мы получаем линейную связь между точками. Чем больше разностных уравнений, тем больше этих связей. И в итоге мы получаем, что все точки на следующем слое по времени связаны между собой определенным количеством уравнений. У нас здесь... Ну, если вы видите, две точки — это граничные условия. То есть, если у нас n точек по x, то n минус 2 неизвестных. И вот эта разностная схема нам задает n минус 2 уравнения. Это значит, что нам нужно будет решать линейную систему уравнений для того, чтобы определить значение на следующем шаге. И вот конкретно в случае линейного уравнения теплопроводности, как мы рассмотрели, это будет линейная система уравнений. Если задача была нелинейная, то это будет нелинейная система уравнений. То есть, вам нужно будет ее линейноризовать, вот так же, как вы учились в прошлом семестре решать нелинейные системы. А потом линейноризованную часть попытаться как-то решить. Соответственно, нужно понимать, что чем больше точек по пространству стоит, тем больше уравнений в этой системе. То есть, обычно, для одномерных уравнений, там может быть тысяча уравнений примерно. А вот для двухмерных или трехмерных задач, там, считайте, тысяча в каждом направлении, там может быть 10 в девятое уравнений. Вот такие системы нам придется с вами рассмотреть примерно в середине этого семестра. Итак, у нас есть какая-то связь между неизвестными. Но конкретно в случае одномерного уравнения теплопроводности вы видите, что каждый шаблон – это три неизвестных точки, а три неизвестных точки – это трехдиагональная матрица. И в случае одномерного уравнения теплопроводности можно эту систему решить прогонкой. Это мы с вами тоже будем рассматривать. Но пока двинемся дальше. Немножко еще вам определений и терминологии. Вообще все разностные уравнения, полученные конечно-разностными методами, можно условно представить так, как написано на слайде. То есть это некоторый оператор B, умноженный на Y, не умноженный, примененный к Y, N плюс 1 минус YN, деленное на Тау, плюс некоторый оператор А, примененный к YN, равно FN. YN в данном случае – это наша сеточная функция. Такая запись называется двухслойной записью. Имеется в виду, что используются только два слоя по времени. Так исторически сложилось, что по мере развития численных методов были двухслойные и трехслойные методы, но потихоньку двухслойные вытеснили все остальные, и остались только они. Итак, в этой записи, если B – это единичный оператор или единичная матрица, то схема называется явной. То есть если у нас одно уравнение только, то B равно единице, схема получается явной. Если B – нижняя треугольная матрица, то это схема бегущего счета. То есть сперва мы рассчитываем первое, потом второе, потом третье, и так последовательно друг к другу можем посчитать. Теперь дальше. Мы с вами будем рассматривать задачи, когда A – это положительный самосопряженный оператор, B – тоже положительный самосопряженный оператор. Я тут напомню, что положительный самосопряженный оператор обозначает то, что у нас существует такая константа С, больше нуля, которая дает для любого у, не равного нулю, А на у, скалярно умноженное на у, больше либо равно, чем С, у, умноженное на у. Это значит положительный оператор. Но мы с вами не будем рассматривать там никакие комплексные значения, поэтому у нас А равно транспонированному. Ну и B тоже равно B транспонированному. И еще такое небольшое лирическое отступление, которое мы будем использовать. Здесь можно ввести еще некоторое понятие, которое называется энергетической нормой вектора. Это норма, связанная непосредственно с оператором задачи, но вот в данном случае с оператором А. Это корень из АУ на У. У некоторых из вас в контрольной прошлого года была эта норма. Так, ну это было лирическое отступление по поводу определений. Теперь хочется рассмотреть, наверное, последнюю задачку на сегодня. Задачка, где придется раскладывать в ряд теории функцию двух переменных. Итак, рассматривается дифференциальная линейная задача уравнения теплопроводности, точно такой же, как мы до этого рассматривали. Первая – производная по времени, вторая – по пространству. Коэффициент d – это некоторая константа положительная. Есть начальные и граничные условия. И для решения этого уравнения используется так называемая схема с весами. То есть логично из явной и неявной схем для уравнения теплопроводности сделать какую-то комбинацию, которая, собственно, и попадает в нашу запись. То есть производная по времени аппроксимируется с первым порядком точности точно так же, как до этого было. А вот производная по пространству представлена в виде некоторой совокупности явной и неявной схемы. То есть есть весовой коэффициент σ1, который умножается на часть от явной схемы, плюс σ2, который умножается на часть от неявной схемы. Ну и правые части уравнения, рассчитанные… У меня опять опечатка. Рассчитанные на верхнем и нижнем слое, соответственно, тоже берутся с весами. То есть я сейчас, наверное, запишу. УН плюс 1М минус УНН, деленное на τ, это коэффициент D. И дальше σ1, некоторый весовой коэффициент, умноженное на УН, М минус 1 минус 2УНМ плюс УНМ плюс 1, деленное на Н в квадрате плюс некоторый весовой коэффициент σ2, УН плюс 1М минус 1, минус 2УНМ плюс УНМ плюс 1, деленное на Н в квадрате. И дальше весовые коэффициенты для правых частей σ1. Ну, точно так же, как σ1 было вот здесь, вот на слое по времени, где Н. То есть здесь НМ плюс σ2 на ФН плюс 1М. σ2 на верхнем слое. Значит, здесь в этой схеме с весами считается, что σ1 плюс σ2 равно 1. Если σ1, например, равно 0, соответственно, σ2 равно 1, у нас получается полностью неявная схема. Если σ2 равно 0, σ1 – 1, у нас получается явная схема. Шаблон, разностные схемы, соответственно, вот так сложно выглядит, что как бы уже изначально намекает, что нет точек, относительно которых можно было бы раскладывать в ряд ТОР, не испытывая вот этих вот косых приращений. Ну да, и система дополняется аппроксимацией начальных и граничных условий. Значит, получилась вот такая схема у нас. И дальше мы должны попытаться исследовать ее на аппроксимацию. Сейчас я хочу вам проиллюстрировать, в чем сложность этого. Вот есть наш шаблон, мы выбираем точку, например, это точка НМ. Относительно нее мы должны записать... О, на этот раз это разложение правильно. Наконец-то записано. Здесь я тоже хочу вам сказать, что можете не записывать, поскольку я после того, как исправлю опечатки, презентацию отдам. Значит, здесь у нас получается, что у Н плюс 1М раскладывается точно так же, как мы всю лекцию раскладывали в ряд ТОР относительно точки НМ. Дальше следующее, что мы можем разложить, точно так же, как мы записывали, например, для явной схемы у Н, М плюс минус 1, тоже это у НМ плюс минус H на У штрих по Х плюс H в квадрате пополам на У два штриха по Х плюс H в кубе на 6 на У три штриха по Х и так далее. И вот здесь есть точки, которые на шаблоне зеленым изображены, которые испытывают переращение и по Х, и по ТАУ. Значит, для того, чтобы записать эти разложения, нам нужно вспомнить, как выглядит формула Тейлора для двух переменных. И вот я вам напоминаю, что строится вот такой вот треугольник чисел, который соответствует коэффициентам сперва при функции, потом при первой строчке, вот там, где единичка стоит одна, это функция, потом две единички, это коэффициенты при первых производных, соответственно, по пространству и по времени. Потом 1, 2, 1, это коэффициенты при вторых производных, то есть полностью по Х, полностью по Т, и коэффициент 2 при смешанной производной. И так далее. Вот можно этот треугольник достраивать. А формула Тейлора выглядит вот так. Значит, смотрите. Сперва УНМТ, ну, значение функции с коэффициентом 1, потом плюс-минус H на У штрих по Х, тоже с коэффициентом 1 идет эта производная, и так же, как производная по времени, тоже с коэффициентом 1. Потом ставится умножитель, в общем, единица, деленная на 2 факториал, вот, ну, то есть это 1, 2, и дальше идут вот эти коэффициенты 1, 2, 1. Вот. Потом 1 шестая единица на 3 факториал, и дальше 1, 3, 3, 1. Теорию для этого дела вам на математическом анализе прочитали, я просто напоминаю, и пытаюсь какие-то придумать схемы, по которым вам легче было бы запомнить. Вот. В общем, записывается такое кошмарное разложение. Дальше мы должны в нашу достаточно сложную схему подставить это разложение и посчитать, чему равна невязка. мы с вами видим, что вот здесь вот вот эти два разложения складываются, и вот эти два разложения складываются. Это значит, что перед тем, как... Я сейчас еще раз покажу. Вот эти вот разложения в явной схеме складываются, в неявной схеме тоже складываются. Это значит, что везде, где написан плюс-минус, мы можем сразу вычеркнуть и не использовать дальше. Вот у меня здесь сейчас все плюс-минусы вычеркнуты, а потом нам нужно будет вот здесь в правой части вложить, а там тоже вычесть. И так получается, что там тоже часть производных сократится заранее. Я их тоже вычеркиваю. Вот смотрите. У n плюс 1, n плюс минус 1 здесь есть слагаемые Тау на у штрих по Т. И здесь есть Тау на у штрих по Т. Они сократятся. Здесь есть Тау в квадрате пополам на у 2 штриха по Т. Здесь тоже Тау в квадрате пополам, потому что 1 вторая перед скобкой, на у 2 штриха по Т. И таким образом они там дальше посокращаются, так что это, ну, в общем, это понятно. Вот невязка. Сразу выписано здесь то, что останется. И здесь получается следующее. Ну, первая часть – это Та, которая с производными по времени. Там все понятно. Она у нас уже сегодня встречалась. Потом минус Д, и вот там начинается то, что осталось. Значит, Сигма-1 умножается на разложение, которое от явной схемы осталось, Сигма-2 на то, что осталось от более сложного разложения. Давайте сейчас попробуем здесь что-то сократить. Мы видим, вот у меня здесь подсвечено синим, что у нас снова есть внепорядковые слагаемые, которые не умножаются ни на Тау, ни на Аш, ни на какие. Вот. И у нас получается следующее, что у штрих по Т минус Д на У2 штриха по Х, Сигма-1 плюс Сигма-2 у нас по условию задачи равно единице. То есть получается, что здесь просто У2 штриха по Х. И вот здесь вот при Ф тоже Сигма-1 плюс Сигма-2. Короче говоря, мы снова по внепорядковым слагаемым получили У штрих по Т минус Д на У2 штриха по Х минус Ф. А вот эта штука у нас, это уравнение дипопроводности. Мы можем написать, что это равно нулю. Ну, вот здесь у меня, собственно, это и вычеркивается. Вот. И дальше остаются некоторые слагаемые, которые у меня записаны в невязке. И начинается следующее. Мы на самом деле можем попробовать выбрать веса Сигма-1 и Сигма-2 каким-то таким образом, чтобы порядок схемы повысить. И вот здесь, видите, у нас есть Тау пополам на У2 штриха по Т и есть минус Д Сигма-2 Тау на У3 штриха ХХТ. Мы можем попытаться выбрать коэффициент Сигма-2 таким образом, чтобы вот эта слагаемая пропорциональная Тау в первой степени ушла. Для этого мы делаем следующее. Мы с вами вспоминаем, что у нас есть... что у нас есть вот это уравнение... Ну, ладно, я не буду ничего писать, сейчас в презентации покажу. Мы помним, что у нас есть исходное уравнение типопроводности, дифференцируем его по Т, и у нас получается, что У2 штриха по Т – это Д на У3 штриха по ХХТ. Уравнение линейное, мы это легко можем сделать. И таким образом мы получаем, что У2 штриха по Т – это то же самое, что У3 штриха ХХТ. И дальше это значит, что если мы Сигму выбираем 1 вторую, то мы получаем, что вот эта штука Тау пополам на У2 штриха по Т минус Д Тау на 1 вторую У3 штриха ХХТ равно нулю. Это значит, что мы еще одно слагаемое занулили, и мы получили вот такую схему, которая носит название схема Кранко-Никольсон. При Сигма-1 равном Сигма-2 равно 1 второй, получаем второй порядок аппроксимации по времени и второй порядок аппроксимации по пространству. Здесь на самом деле есть попытки как-то вот еще повысить порядок аппроксимации, но мне кажется, что они безуспешны, потому что вот, например, если мы попробуем следующее слагаемое занулить, там можно попытаться занулить вот эту четвертую производную, другую четвертую производную, то мы на самом деле получаем множители, которые у нас имеют смысл Тау на Аш и так далее. То есть на самом деле здесь каких-то значимых улучшений дальше получить не удается. Дальше у нас на самом деле на следующем занятии будет устойчивость разностных схем. там прям подробно. Вот. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...